В Дворце Спорта Триумф состоялся международный турнир по карате имени дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Горбатко. Это ежегодное мероприятие, которое собирает на одной площадке лучших спортсменов со всей России, а также стран ближнего зарубежья. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Мы приветствуем спортсменов, представляющих Брянскую область. В Большом зале Дворца Спорта Триумф приветствовали спортсменов из Белоруссии и 23 регионов Российской Федерации, в том числе Луганской Народной Республики. Этот турнир, посвященный дважды герою Советского Союза, летчику-космонавту Виктору Горбатко, юбилейный. Он проходит в Люберцах уже в 15-й раз. Я хочу поблагодарить нашу федерацию каратэ России за поддержку нашего турнира. Хочется поблагодарить всех тренеров, всех людей, которые посвящают свою жизнь воспитанию мужества, силы, воли спортсменов. Люберцы рады вас приветствовать. Всего в турнире по каратэ приняло участие более 50 команд, самые многочисленные из Московской области. Соревнования проходили как среди взрослых каратистов, так и среди тех, кто только начинает свой спортивный путь. Я занимаюсь каждый день. Хочу победить. Хочу победить сегодня. Надо разогреваться, чтобы тебе было не холодно, потому что мышцы не двигаются. Надо отверноваться, еще надо разогреваться, никогда не переживать. Открытый турнир охватил две дисциплины – ката и кумите. В каждой возрастной категории их 54 определили тройки лидеров. А памятные кубки достанутся тем командам, которые завоюют рекордное количество призовых мест. Как правило, на этот турнир собираются лучшие спортсмены, потому что турнир очень масштабный, очень серьезный, конкуренция очень большая. И, соответственно, лучшие спортсмены из регионов, из областей, из краев, республик приезжают для того, чтобы здесь посоревноваться и показать свое мастерство. В 2017 году дважды герой Советского Союза Виктор Горбатко ушел из жизни. Турнир, названный его именем, каждый год проводят в апреле, накануне или после Дня космонавтики. Уиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.